Любовь Шиховцова воспитывает троих детей. На Зеленом семья живет больше 20 лет. Молодая мама жалуется, в районе не хватает детских площадок. Чтобы разнообразить досуг, часто приходится выезжать в центр города или Донецк. Не хватает, конечно, детских площадок. Хотелось бы большой комплекс детский, где было разнообразные горки, качели, аттракционы, песочницы, чтобы могли гулять, чтобы было интересно детям. В городе стартует крупный социальный проект, рассказывают архитекторы. В микрорайоне «Зеленый» появятся сразу два развлекательных комплекса для детей. Первый откроют в районе строящегося храма, другой оборудуют на пустыре вдоль проспекта генерала Данилова. На данный момент готовы эскизы и сметные документы. Градостроители обещают, первую очередь возведут ко дню рождения города. Детский городок комплексного типа для разных возрастных групп детей с элементами благоустройства, с возможным размещением детского кафе, освещением территории, зон тихого отдыха для родителей. Для размещения спортивного городка и детский городок для наших самых маленьких детей, причем который будет уже отвечать всем стандартам по безопасности. То есть это будет уже не песчаное какое-то покрытие. Развитие детской инфраструктуры важно для города, отмечают психологи. Эстетически малыши всегда восприимчивее, чем взрослые. Новизна и возможность провести время со сверстниками положительно влияют на психику ребенка. Развиваются коммуникабельные качества, то есть они становятся менее агрессивными. Они имеют возможность общаться со своими сверстниками не в ограниченном пространстве, допустим, того же садика, а на более широкой площадке. В нынешнем году планируют завершить строительство торговых комплексов по улице Свердловой и Московской. Там появится развлекательный центр и автосалон, говорит в управлении архитектуры. Макиевчане же ко дню города просят ледовый дворец, парки и дискотеку. Жалуются, часто приходится выезжать в соседние города. Очень хотелось бы сейчас, вот лето жаркое бывает, чтобы у нас был ледовый каток. Бассейн нужен хороший, большой, чтобы чистый, современный, чтобы были все удобства. В Макиевке нет развлекательных клубов для молодежи, поэтому приходится ездить в Донецк. Половина затрат пойдет из городского бюджета, остальное внесут инвесторы, рассказывают архитекторы. Однако вложения бизнесмены окупят. Посещение детского комплекса в районе «Зеленый» будет бесплатным, поэтому капиталовложения предприниматели компенсируют с помощью кафе и дополнительных аттракционов. Елена Антонова, Роман Громняк, Владимир Ребриков, Кирилл Иванов, Панорама.